Космос пахнет сваркой и жареным мясом, делится воспоминаниями летчик-космонавт Олег Артемьев. Он был в космосе в 2014-м, провел порядка 60 научных экспериментов. В общей сложности провел на МКС полгода. За это время два раза выходил в открытый космос. Когда открываешь люк наружу, то в станцию врываются те запахи, которые вот снаружи. И тот космос, который снаружи, он на самом деле так и пахнет. Но тот космос, который внутри, когда станция закрыта, он, конечно, пахнет немножко по-другому. Как в шкафу таком, бабушкиным таким. Потому что там постоянно идет обеззараживание атмосферы станции. Поэтому такой запах ионизированный. Во время пребывания на МКС космонавт не только работает, но и делится происходящим со всем миром через социальные сети. Чтобы быть ближе к современному поколению, космонавты заводят аккаунты в социальных сетях. Например, в Инстаграм Олега Артемьева почти 200 тысяч подписчиков. Здесь можно найти уникальные снимки из космоса. После общения с космонавтом многие самарские школьники и сами бы хотели отправиться на международную станцию. Ребята узнали не только о том, как живут и работают астронавты, но и как готовиться к полету. Сначала надо к этому подготовиться, испытать разные перегрузки. Также надо заниматься физкультурой, чтобы после возвращения многие привыкали к Земле. После космического урока, вооружившись новыми знаниями, школьники могут принять участие в фестивале «Азбука науки», который состоится осенью этого года. У каждого есть шанс предложить свои идеи для научных опытов. Лучшие эксперименты космонавты проведут на орбите. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.